Как развязывать узлы? И через воскресенье я буду говорить о духовных узлах. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, и я надеюсь, что эти три служения помогут нам быть более свободными и более открытыми для достижения того, что Бог положил в нашу жизнь. Книга Экклесиаста, 1 глава, 15 стих. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Экклесиаст говорит о том, что однажды было зафиксировано в определенном состоянии, и он употребляет здесь, в принципе, правильную формулировку. Он говорит, кривое нельзя сделать прямым. То есть, я, знаете, я подумал о деревьях. Вот есть деревья, они растут по-разному, и в какой-то момент их роста возникает определенный узел в их стволе, и этот узел делает ответвление, или это центральный ствол, он отклоняется под воздействием каким-то, или природных каких-то катаклизмов, или, может быть, какого-то ограничения, которое ему специально сделали. И вот он становится кривым, то есть ствол становится кривым. И когда ствол кривой, и он растет таким образом, ты уже не можешь сделать его прямым. То есть, ты его можешь выпрямить на другом участке его роста, но на том, где он уже стал кривым, ты уже выпрямить не можешь. Поэтому важно обратить внимание на те узлы, которые формируют наш рост. И я хочу начать с истории. Эта история для моего восприятия человеческое, она была достаточно такой дикой и больной. Достаточно много уже лет назад, я путаюсь уже в цифрах, может быть, 16 или 17 лет назад, первый раз я был в Пакистане. И ехал с таксистом и с переводчиком по городу Карачи. Жуткое, конечно, там дорожное движение. Сидеть на первом сидении практически невозможно или с закрытыми глазами. Когда мы ехали по центральным улицам, на обочинах были люди, которые просили милостыню. И эти люди, их тела были неестественно сформированы. То есть они были как-то загнуты, как-то скрючены. И когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что это не болезнь, а это что-то другое. И я, когда смотрел на этих людей, я задал через переводчика таксисту вопрос. И это его ответ. Я не знаю, достоверность его слов, это то, как он мне объяснил. Я спросил, почему эти люди вот такой формы. Он говорит, вы знаете, у нас есть много нищих, и у них целые сообщества. И эти сообщества, они живут своей культурой. И когда у них много детей рождается, они выбирают некоторых, и они их после рождения связывают определенным образом. Так что их кости и мышцы, они формируются по-другому. То есть они буквально становятся калеками, такое некрасивое слово. И это делается только для одного, чтобы они могли прокормить других. Потому что их сообщество не имеет возможности работать так, зарабатывать, ну как они видят, как они понимают. И они кого-то определяют, делают его человеком с ограниченными возможностями, чтобы он мог жить за счет подаяния, за счет милостыни. Эта история, она взорвала мой разум. С одной стороны, душа кричала, как вообще это возможно, что за звери, как бы родители, которые могут позволить себе сделать такое с детьми. С другой стороны, ты смотришь и ты думаешь, что довело этих людей до состояния их жизни, до состояния их мышления, что они воспринимают это уже как какое-то нормальное действие. Вот об этом я сегодня хочу поговорить с вами. Когда мы видим на примере таких ужасных традиций и физически видим искривление в жизни человека из-за того, что он взаимосвязан с другим, который позволил ему стать кривым, мы можем провести аналогию также и с нашей душой. Иногда душевные взаимосвязи, они делают некоторые узлы в нашей жизни, которые начинают нас неправильно формировать, делать нас ограниченными. И если мы видим физически человека в таком состоянии, боль в нашем сердце, но часто мы не замечаем душевное состояние человека, но если бы мы увидели иногда свой или мир внутренний других людей, мы бы удивились, что есть вопросы нашей жизни, в которые мы точно так же выбрали жить по даяниям, потому что по-другому жить не можем. Мы умышленно где-то ограничиваем себя через некоторые взаимосвязи. То, что происходило с этими людьми, которые просили милостыню и с детства были такими из-за своих родителей или из-за того сообщества, которое у них было, это культурное взаимодействие. То есть, родившись в определенной культуре, эта культура начала влиять на них таким жестким методом. Точно так же бывает у нас, когда мы думаем о душе, это всегда культурная составляющая. Мы рождаемся, воспитываемся, растем в определенной культуре, взаимодействуя с другими людьми. Культура разговора, культура песен, культура мышления, культура семьи и так далее, и так далее. Можно много говорить. Во всякой сфере есть своя культура. И эта культура, она начинает нас как бы связывать. И кто-то думает, что культурный человек – это человек, который ходит в театр. Для другого культурный человек, если он не матерится. Для третьего культурный человек, когда он смотрит семейные сериалы. У каждого из нас есть определенное свое понимание культуры. И это то, что фиксирует или связывает нас с сообществом. Когда мы думаем, вот я думаю об этих людях, которые были связаны в детстве, выросли с неправильным развитием и были обречены на милость других людей. И я иногда думаю о нас в этом контексте. Вы представляете, что для этих детей рост стал проблемой? Я объясню. Когда их связали, если бы они не росли, у них не было бы проблем. Но из-за того, что их тело генетически, естественно, должно было расти, и эта связь, она не могла удержать их рост. То есть, они, например, их рука была зафиксирована, связана. Или давайте уйдем еще к одной народной традиции, не нашего народа, другого народа. Когда одевали девочки деревянные туфли, чтобы ее нога не росла, потому что это считалось аристократично. На ногу одевается туфелька деревянная. Но это не останавливает рост всего тела. Все это остальное тело, как в ДНК заложено, так оно и продолжает расти. Ограниченным остается только один участок тела. И вот когда мы смотрим на это, вдруг ты понимаешь, что какие-то сферы растут, а какие-то остаются ограниченными. И мы все хотим расти. У нас у всех есть стремление к успеху. Мы говорим, я хочу вырасти, мои финансы, чтобы выросли. То выросло, то выросло, это выросло. С одной стороны, мы радуемся росту. С другой стороны, рост проявляет то, где мы ограничены. Потому что на фоне роста вдруг ты начинаешь видеть, что что-то не растет. И вот что иногда мы делаем. Мы успокаиваем себя ростом в каких-то сферах и не обращаем внимания на узлы, которые ограничивают другие сферы. Но я верю, что Господь создал нас быть абсолютно свободными, полноценно развитыми. Когда Бог сотворил человека, Он сказал обо всем. Это хорошо. Все было идеально, когда Бог создал. А значит, возвращаясь к изначальному плану нашего сотворения, в нас и в нашей душе должно быть все хорошо. Мы не должны успокаивать себя ростом. Мы должны задуматься. Прежде чем прогрессировать, прежде чем стимулировать рост, надо внимательно посмотреть, почему какие-то сферы нашей жизни растут непропорционально. Я приближаюсь к проповеди. Возможно, нас где-то связали. Или мы себя связали. Возможно, есть узлы душевные, которые надо развязать. Я повторюсь, сегодня мы будем говорить о душевных узлах. Конечно, я не смогу сказать обо всем, но некоторые я постараюсь вам высветить. И первое, о чем я бы хотел поговорить, это узел, связанный с искушением. Евангелие от Матфея, 12 глава, 29 стих. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Враг всегда будет пытаться связать нас, потому что по-другому он не может нас расхитить. Когда мы говорим о душе, душа – это совокупность тех ценностей, не приобретенных нами, которые мы храним и которые развивают нас. Это способность к образованию. Это наша способность к восприятию мелодий, песен. Написано, когда мы поем, мы исполняемся Духом Святым. Это наше восприятие к Слову Божьему, когда мы размышляем над Божьим Словом. Это благословляет нас. Это наша способность к чувствам, к эмоциям, которые мы проявляем по отношению к нашим близким, родным. Вот первое, что дьявол хочет, он хочет обокрасть твою душу. И некоторые из нас, мы позволяем ему. И через время ты замечаешь, у тебя пропадает любовь. Я не имею в виду в глобальном ее понимании, я имею в виду в чувственном, в эмоциональном. У тебя пропадает сострадание, у тебя пропадает твердость, у тебя пропадает мужество. У тебя пропадает способность к размышлению над Божьим Словом. А на место этого всего приходят какие-то другие дефективные вещи, которые ограничивают, связывают, например, лень, или страх, или ненависть. Ведь это то, что завязывает узлы на нас и ограничивает, то есть то чувство, там, где любовь должна развиваться, если туда приходит ненависть, она ограничивается. Там, где усердие должно развиваться, или размышление, или наполнение, если приходит лень, там ограничивается. Поэтому Иисус говорит, как можно расхитить тебя, если сначала тебя не связать. Поэтому прежде чем враг расхитит твою душу, он придет для того, чтобы связать. И как он это делает? Особо эффективно сатана старается это делать через такие неправильные связи. Когда мы вступаем во взаимоотношения с людьми, которые изначально, мы понимаем, в них слишком большой уровень конфликта. Я объясню на примере Самсона. Самсон вступает во взаимосвязь с Далидой, женщиной, которая филистимлянка. Филистимляне – это враги Израиля, то есть которые буквально находятся в военном положении с Израилем. Поэтому, когда он берет женщину из народа, который буквально воюет с его народом, он берет отношения с высоким потенциальным конфликтом. Я хочу, чтобы вы углубились в это, подумали. Некоторые спрашивают, как вот мне иметь взаимоотношения, можно ли полюбить того, кто в мире, или неверующего человека, иметь дружбу с ним. Надо понять, если мы наполняемся Духом Божьим, каким Духом наполняется тот человек. Когда мы вступаем во взаимоотношения с людьми потенциально конфликтными. Почему? Как произошло падение Самсона? Не падение, а как его связали? Через женщину, которой он открыл свое сердце. Но почему эта женщина захотела связать его? Она захотела связать его не потому, что он перестал быть хорош в каких-то отношениях. Наверное, ее все устраивало и удовлетворяло. Она начала иметь желание связать его по причине, что к ней пришли начальники филистинские и сказали, послушай, ты из нашего народа, и твоя задача сделать это. Если ты это не сделаешь, у тебя будут проблемы. Когда мы вступаем в отношения с потенциально конфликтными людьми, то есть люди, которые не имеют сегодня прямого конфликта, они, может быть, даже хорошо настроены по отношению к тебе. Может быть, эти сообщества даже как бы ты им симпатизируешь. И они даже получают что-то через тебя, и они даже свидетельствуют тебе, насколько ты хорош в каких-то сферах. Но если эти люди, ни одного духа с тобою, это потенциальный конфликт, который ты помещаешь к себе в дом. Родители, будьте внимательны к друзьям, будьте внимательны к сообществам, в которые ваши дети входят. Потому что если они сильно увлекаются сообществами, в котором иной дух, придет время, когда тот дух начнет требовать от них связывать ваших детей. Конечно, это не эпическая драма, так что к ним приходят открыто бесы, но они воздействуют на силу их духа. И эти дети, они будут влиять. И если ваш окажется в какой-то момент недостаточно разумным, ведь Самсон, герой Израиля, помазанник Божий, и он не сразу открылся. Но когда он открылся, он потерпел полное поражение. И он был настолько в обольщении, что когда филистинляне пришли, ему отрезали уже волосы, его связали. Он думал, что сейчас он точно так же освободится, но силы уже не было. Какое-то время мы можем сопротивляться, тебя будут искушать, эти неправильные связи, они будут тебе что-то говорить, и ты будешь не соглашаться, или ты будешь как-то уходить, и у тебя будет какая-то мудрость, чтобы как-то развернуть. Но если ты будешь продолжительное время в неправильных взаимоотношениях, они найдут ключ к твоей душе. Это просто вопрос времени. Поэтому если ты пытаешься быть свободным, чтобы душа твоя развивалась, но какие-то сферы своей души ты начинаешь вводить не в правильные взаимоотношения, конфликтно-опасные взаимоотношения, этот конфликт может быть спящий, но однажды его разбудят, однажды это произойдет. И если ты будешь к этому не готов или не готова, будут серьезные проблемы. Апостол Павел во 2-м послании Коринфянам 6-й главе с 12 по 14 стих написано «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой». И когда здесь говорится «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными», вообще трактование там именно идет о том, что мы и люди, которые покорены дьяволу, они находятся в его похотях и в его воле. Но я бы хотел также отметить, что здесь имеется в виду и разность восприятия веры, жизни. Апостол Павел говорит по отношению к Коринфянской церкви, к тем людям, во всяком случае, которым он пишет, он говорит «Вы связаны в своих сердцах». Он говорит «Вам в нас не тесно, но в вас тесно». Что такое тесно? То есть ваши сердца связаны. Вы не способны воспринимать нас так, как мы вас воспринимаем. Вы не способны отображать доброе дело так, как к вам отображается доброе дело. Вы когда-то наблюдали за собою, что иногда люди оказывают вам доверие, доверие, добро, верят, вкладывают в ваш потенциал, а вы не можете им ответить тем же. Это показывает, что вы связаны в этой сфере вашей жизни. И апостол Павел говорит, «Послушайте, если вы будете в таком состоянии, то это подобно, как ермо, которое объединяет двух валов, такая колодка деревянная, в которой они должны были вместе пахать или молоть. И если вы встаете в одно ермо с человеком, который не подходит к вам по сути, то вы будете истощены. Вы однажды начнете стонать. Вы будете настолько уставшие от того, что вы обременены не теми взаимоотношениями. Вы пытаетесь идти с человеком или с сообществом, который вообще вас не понимает. Слово неверный также можно буквально перевести как неверящий, недоверчивый или подозрительный. Я не ухожу от контекста, о чем говорил Павел, но я расширяю этот контекст сегодня к нашему пониманию. Есть люди, которые недоверчивы, подозрители, они не верят в вас. Если вы будете пытаться идти с такими людьми, у вас не будет хорошего результата. Вы идете с человеком потенциально конфликтным. В результате однажды вы или потеряете то, что вы планируете, или вы не достигнете того результата, которого вы должны были бы достигнуть. Когда мы связаны с неправильными людьми, это истощает нас. Так царь Соломон говорит об этом в книге «Притчи». Книга «Притч», 5 глава с 8 по 13 стих. «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее». Здесь говорится о женщине-прелюбодейной, блуднице. «Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». Очень красочно, лучше не описать, как Соломон это описывает. Он говорит, «Ты будешь истощен. Если ты войдешь во взаимосвязь с людьми, которые имеют с тобой разные убеждения, которые не подходят тебе по твоей вере, которые имеют подозрения по отношению твоего потенциала, твоего видения, той Божьей воли, которая у тебя есть, послушай, если ты войдешь в эти взаимоотношения, через время ты стонать начнешь. Сколько сегодня стонущих семей? Они стонут, не могут изменить ничего, потому что однажды они не дождались преобразования. И может быть это бы произошло, но нужно было время. Для доверия нужно время. Для совместной веры нужно время. Нам нужно понять, что мы вообще вместе идем, и у нас одни ценности. Если мы этого не понимаем, мы будем истощены. Люди, в людях часто потенциал лукавства очень высокий, во всех нас. Не в ком-то там, за этим храмом, в нас, дорогие. Мы лукавые. Можно говорить, мы христиане. Мы христиане, лукавствующие. Время от времени. Когда нам выгодно. Это есть в каждом. И когда ты это понимаешь и честно это признаешь, нужно дать время, чтобы понять вообще, с кем ты сближаешься. Соломон говорит, не подходи даже близко к ее дому. Ты будешь пахать на чужие дома. Ты будешь источен. Когда ты начнешь стонать, когда ты начнешь понимать, что твое время потеряно, что ты так много потерял, просто потому, что ты связал себя с неправильными людьми. Ты доверился тем, кому не надо было доверяться. Если ты на начальных этапах видишь отношение к тебе, что твой потенциал не развивается, послушай, остановись вовремя. Не надо в этой компании продолжать пахать. Ты 40 лет там будешь пахать, потом ты будешь истощен. У тебя уже не будет сил что-то изменить в финансовой сфере. Ты придешь к пенсии, которая не будет удовлетворять и отвечать твоим потребностям. И ты будешь думать, я всю свою жизнь пропахал, хотя твой потенциал был гораздо выше, но ты душевные связи сделал. Сегодня люди почему-то душевно связаны не с мужем, не с женой, не с детьми, не с Богом, а с работой. Дорогие, работа не для душевных связей. Она для проявления твоего потенциала и достойного вознаграждения за твой труд. Если это не происходит, если твой потенциал, та воля Божия, которая была через Бога в тебя вложена, не проявляется, тебе нужно молиться, поститься, искать, пока не найдешь, кто будет вместе с тобой идти. И это не будет приводить тебя к стонам. Это будет приводить тебя к благословению. Аминь. Не буду больше останавливаться на этом, так как не успею закончить тогда остальное. Поспешим дальше. Следующее, что бы я хотел сказать. Мы должны понять, что не только люди могут быть связью для нас. Точно так же может быть атмосфера поступков. То есть какие-то поступки, они рождают атмосферу, и эта атмосфера, она может также связывать нас. Давайте я вам покажу пример. Первая книга Царств, 25 глава, с 29 по 31 стих. Это женщина, Авигея, она говорит Давиду, она была жена Навала на тот момент, а Навал очень непочтительно, грубо отнесся с Давидом, который вместе с людьми охранял его стада. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узле жизни Господа». Подчеркните себе, в узле жизни Господа, Бога твоего. «А душу врагов твоих бросит он как бы прощой. И когда соделает Господь Господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу Господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует Господина моего, и вспомнишь рабу твою и окажешь ей милость». Вот ситуация, когда Давид находится внутри атмосферы. Был произведен поступок Навал, стада которого он со своими людьми охранял, которому он пришел и попросил, чтобы тот благословил его, потому что у него ничего не пропало, и они были честны с ним. Навал очень грубо, напыщенно, по-хамски поступает с Давидом. И надо понять, что это происходит не только между Навалом и Давидом. Это слышат люди Давида. А Давид – лидер. За ним идут люди. И люди достаточно непростые. Люди с таким, скажем, неоднозначным прошлым. И ему нужно контролировать ситуацию, потому что, когда эти люди с таким прошлым начинают видеть слабость своего лидера, у лидера могут быть проблемы. И поэтому Давиду нужно реагировать. И вот эта атмосфера, этого поступка Навала, которая распространилась на окружение Давида, она как бы требовала от него определенного поступка теперь. И он был готов пойти и проливать кровь. Потому что он сказал, что не просто Навал умрет, умрут все мужчины. И это уже совсем не разборка между двумя. И эта женщина, она развязывает этот узел, в который он уже начал вплетать себя. Она развязывает этот узел почтением и указанием в будущее. Иногда мы можем начинать связывать себя с людьми. Кто-то проявил к нам непочтение. Это может быть в компании, в сообществе. Это может быть где-то на работе. Это может быть где угодно. Когда кто-то к нам проявляет неуважение, хамство, открытую какую-то неприязнь. И этим становятся свидетелем другие. И мы, находясь внутри этой атмосферы поступка, начинаем связывать себя неразумными, непроверенными решениями и делаем то, что будет влиять на наше будущее. А Вигей говорит, послушай, если ты это сделаешь, твое будущее будет под сомнением. Твой рост пойдет неправильно. Кривая роста твоего будет извращена. Не поступай так. Вот мой совет. У меня нет времени останавливаться долго на этом. Мой совет вам. Если вы попали в такую ситуацию, если вы чувствуете на себе давление поступка, найдите человека, который вас почитает и уважает. Просто проведите с ним короткое время. Это как врачество. Можете меня как бы не понять. Можете понять. Можете осудить. Можете задуматься над этим. Но я скажу, у каждого из нас есть люди, которые уважают нас. И нам нужно время от времени проводить с ними. Потому что вот эта атмосфера, к которой мы попадаем в неуважение, когда мы приходим в атмосферу уважения, она утешает нас. Она меняет состояние сердца. И этот разумный человек, который любит и почитает вас, он просто успокоит ваше сердце. И когда кипение точка уйдет, посмотрите на будущее, как это повлияет на ваше будущее. И это поможет вам развязать узел и войти в узел с волей Божьим. Или как здесь Авигей говорит, ты в узле жизни у Господа. Следующая мысль, которую я хочу вам оставить, тот узел, который нам необходимо развязать, это взаимосвязь с благословением. Евангелие Матфея, 5 глава, 23-25 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Вот то, о чем говорит Христос. Он показывает человека. Человек со своим даром приходит перед лицом Божьим. Я хочу отметить, слово «дар» в еврейском лексиконе, когда Христос говорит, ты пришел с даром, он не имеет в виду десятину, и он не имеет в виду жертву. Дар в еврейском лексиконе, это было что-то сверх, чем человек как-то особенно хотел почтить Бога, чтобы привлечь его внимание к себе. И вот когда ты приходишь с таким даром, перед лицом Божьим, Христос говорит, если ты там у жертвенника вспоминаешь, что брат твой имеет что-то против тебя, и вот здесь давайте остановимся, имеет против тебя, важно понять эту формулировку, потому что против нас может много кто что иметь. Я уверен, что против меня даже здесь, среди вот этих собравшихся дорогих братьев и сестер, кто-то что-то имеет. Но меня это не беспокоит до той поры, пока в этом нет моего участия. «Имеет против меня» буквально означает, «Я дал ему залог». То есть он держит какой-то законный залог или моих слов, или моих финансов, или каких-то взаимоотношений. То есть это не то, что кто-то что-то обо мне плохо думает, и я не могу теперь иметь отношение с Богом. Я имею прекрасное отношение с Богом, даже если Антон Игоревич будет думать плохо обо мне, я все равно буду иметь прекрасное отношение с Богом. Но если я сказал Антону Игоревичу, «Послушай, вот то и то и то я обещаю тебе сделать, и я этого в установленном порядке и времени не делаю, тогда я могу, когда прихожу в присутствие Божие, иметь напоминание от Святого Духа». И он может мне сказать, «Послушай, я не могу сейчас благословить тебя. Я не могу сейчас принять твой дар, потому что у тебя есть нерешенный вопрос с Антоном Игоревичем. И тебе нужно вернуться к Нему, и тебе нужно разрешить этот вопрос, прежде чем ты будешь иметь дальше взаимоотношения со мной». То есть Бог не теряет отношения со мной вообще. То есть это не значит, что во всем я потерял отношения с Богом. Мои отношения с Богом продолжаются, но в приобретении Его благоволения теряется, пока я не разрешу с тем, кто держит залог. Я надеюсь, вам это понятно. Я постарался над этим остановиться. Давайте посмотрим книгу притчи, 6 глава, 1-2 стих. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Вот что нам нужно делать, когда обещания связывают нас, и не только те, которые мы даем, но и те, которые нам дают. Нам нужно включать примирение, дипломатию, общение, а также исполнять то, что мы обещали. Возвращаться и думать, как мы это можем сделать. Если мы это не будем делать, мы будем связаны, наша душа будет связана, мы не будем развиваться. Какие-то сферы, они будут уродовать нашу картину души по той причине, что мы связаны в этом вопросе жизни. Поэтому, если ты опутал себя словами уст, или, я уже это сказал, тебя опутали словами уст, нужно освобождаться от этого. Иногда мы привязаны к чужим обещаниям и перестаем расти и развиваться. То есть есть вопросы, когда мы что-то обещаем, и есть вопросы, когда нам что-то обещают. И если с нашими обещаниями больше понятно, да, да, мы понимаем, надо с этим разобраться, точно так же надо разобраться с тем, что вам наобещали. Я видел людей, которые сидят рядом с другими людьми, смотрят им в рот и ждут, когда те, наконец, сделают их великими людьми. А те и не собираются делать их великими людьми. Они собираются использовать тебя до того времени, пока ты не поумнеешь. Потому что, когда ты поумнеешь, они найдут другого, которым будут делать то же самое. Мы иногда связаны своими обещаниями, а иногда мы связаны чужими обещаниями. И нам нужно и с тем разобраться, и с этим тоже разобраться. Если тебе что-то наобещали и не планируют это исполнять, просто отойди в сторону. Отвяжи себя от этих обещаний. Не живи чужими обещаниями, живи Словом Божьим. Аминь. Последняя тема, я постараюсь за 3-5 минут ее сказать, это тема семьи. Это отдельная тема, о ней можно много говорить. Я же коротко скажу. Книга Малахии, 2 глава, 13-14 стих. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Так что он уже не может презирать более на приношение ваше и не принимает у милостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Подчеркните, она подруга твоя. Подруга, друг – это то, когда мы разделяем с человеком свою жизнь, даем ему право участвовать в этой жизни, и мы не должны поступать вероломно. То есть, молчи, женщина, я поступлю так, как знаю, я муж в семье. Твердость и грубость – это разные вещи. Мы должны, как мужчины, быть твердыми, но мы не должны быть грубыми. Грубость – это пренебрежение чувствами другого человека вплоть до оскорбления ради достижения своих целей. Наша твердость, она должна быть мотивирована волей Божьей, пониманием, и мы должны учиться иметь способность доносить то, что мы видим, планируем, иметь переговоры в этом вопросе и не пренебрегать советами, которые нам дадут. Апостол Петр говорит о препятствиях в молитвах, когда муж поступает таким образом. С другой стороны, книга чисел, 30 глава, 7 стих и 13-14 стих. «Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, я перепрыгиваю на 13-14 стих, если же муж ее, услышав, отвергнул их, то вышедшие из уст ее обеты и зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей всякий обет, всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу. Муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть». Здесь братья поддержали, во всяком случае, на первом ряду. Апостол Павел точно так же говорит, незамужнее угождает Господу, замужнее угождает мужу. Мы должны понимать, что когда есть взаимоотношение с Богом внутри семьи, это также нас взаимосвязывает. И если там неправильные узлы, наша семья не будет гармонично развиваться, а мы не будем иметь того взаимоотношения с Господом, какое должно быть. Интересно, я на минуту остановлюсь, когда написано, что жена дает обет, там есть такая формулировка. «Если муж день за днем, услышав этот обет, молчит, то она вправе исполнять его». То есть иногда у женщин бывает в семье такие вопросы. Но если муж не хочет, если ты сказала, он не согласился, но он день за днем молчит, молчание в данном случае означает согласие. Ну так по Писанию. Завершаем. Прославление, пожалуйста, выходите вперед. Поэтому мужья, не молчите. Что вы потом придете, Господь говорит, а я же не согласился. Вот скажет, ты молчал три дня, а значит согласился. Завершая сегодня наше размышление о развязывании узлов, я хочу прочесть книгу притчи Соломона, 16 главу, 2 стих. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Я хотел бы узнать, как Господь взвешивает наши души. Вот это такой интересный для меня процесс, как это вообще возможно, душу взвесить. Ну, наверное, возможно, Господу возможно. Мы будем молиться сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok